И я прибежала, а Катерина тут сообщает крутую новость. Кать, ну расскажи, слушайте, тут серьёзная такая бумага, в Смоленске до сих пор такого не было, посмотрите. Кать, ещё удостоверение, а пока что там? Да, 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 конечно. Да, хоть так. Так, Екатерина у нас теперь председатель, правильно, как у тебя? Да. Филиала Союза коллекционеров России по Смоленской области. Кать, ну это крутое звание, то есть ты теперь вообще полностью профессионал. Если до этого ты была потомственный коллекционер, то теперь ты прям профи. Да, всем здравствуйте. Вот вступили мы недавно, хотим этим и поделиться. Это одна, это наша гордость. То есть вообще российское общество коллекционеров, Союза коллекционеров, он возобновил свою деятельность, потому что одно время он не работал. Это некоммерческая организация, которая создана для того, чтобы популяризировать массы коллекционеров, эти квариаты. Ну и в том числе она создана для того, чтобы проводить какие-то выставки всеразличные, ну и защищать коллекционеров юридически, потому что, ну, к сожалению, законодательством эта тематика, ну, не очень освещена и не защищена, поэтому вот этот вот союз коллекционеров и создан в том числе и для помощи в организации документов, документов на вывоз антикварных вещей, ну и решения различных проблем, которые возникают с приобретением антиквариата. Ну, поздравляю тебя с этим званием, но это прям серьезный такой подход. Ну, собственно, чего удивляет серьезный подход, если кто не был в салоне, давайте я вам так покажу коротенечко, чему тут удивляться, если здесь, ну, просто реально круто, в Смоленске это единственное место, где, ну, такой уровень представлен в принципе вещей, и, так, это я тут себя любимым покажу, такие вообще можно встретить вещи, но что я хочу сказать, тут можно встретить не только столь дорогостоящие вещи, здесь можно...